Привет, мои сладкие! Привет, мои хорошие тигретки! Сегодня с вами снова я, Тика Ренатия. Сегодня я хочу показать вам те фолтеры и ответы, которые я сделала для своих собеседников. И поэтому так мои ответы затянулись, потому что я самое вкусное оставила напоследок. Как я уже говорила, я очень сильно люблю мейл-арт и переписываться именно в этом стиле. Но мне как-то жалко наклеить марку и потратить столько денег на отправку просто за обычное письмо, когда хочется вкладывать больше души, больше творчества, больше какой-то красоты, делать приятный человек. Потому что мне не особо приятно получать просто конверс с письмом, где нет ничего, кроме одного листка письма и всё. Как-то скучно, я бы сказала. Поэтому сегодня я покажу те фолтеры, которые я просто делала вечерами. Они у меня накопились, я их пойду отправлять на этой неделе. В некоторые ещё надо положить письма, я их пишу. Поэтому сегодня я просто покажу именно готовые такие вот открыточки. Итак, первый фолтер вот такой вот. Здесь я под конец делаю надпись Mail Art For You, скорее всего. У меня была вот такая вырубка из скреп-бумаги. Под неё я сделала вот такое серебряное фольгирование. Очень нравится мне такое оформление. Вот, как видите, во всех фолдерах новых я так сделала, потому что, ну, смотрится очень так приятно. Закрепила эти два листа я салфеткой большой, куржуной. Так же, как и здесь, и здесь маленькой. И там ещё будет несколько фолдеров. С этой стороны просто. Вот так вот. Я уже делала из этой бумаги фолдер. Это у меня был последний кусочек её. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри я решила сильно не заморачиваться. Вложила вот такую открытку. Один тег. Тоже такая у него тематика. С мимом. Потом закладочка у меня здесь двухсторонняя магнитная. Надеюсь, что человеку она понравится. Ещё у меня была такая бумага. Тоже сделала из неё кармашек. Вот здесь я здесь. Затем у меня здесь идёт ещё один кармашек. Итак, у этого фолдера нет никакой темы. Абсолютно. Здесь вот такие вот две наклеечки я вложила. Потом ещё одну третью наклеечку с птичкой. Девочке нравится абсолютно всё. У неё нет определённой темы. Поэтому я решила сделать ей нечто такое приятное. Романтичное. С цветами, с животными. И вот такая вот открыточка. Я даже не знаю, она вроде бы сюда не подходит. Но мне кажется, она всё-таки по цветовой гамме как-то приятно сочетается. И вот такие вот две полароидные карточки у меня есть. Вот они. Вот такие вот. С цветами. С Сакурой. И вот такую вот конверсию я сделала тоже из бумаги, которая у меня была. А здесь у меня лежит чай. Тес. Так что вот такой вот фолдер. Совсем скромный. Это будет первое знакомство с человеком. Я особо не знала, что может понравиться. Поэтому вложила всего по чуть-чуть. И здесь скрепила таким вот моим любимым серебряным скотчем. Так что вот такой вот фолдер. Следующий фолдер вот такой. Я даже не знаю, какую тему определить ему. Ну, просто что-то такое от души. Если честно, это был первый фолдер за последний месяц. Который я просто сделала за просмотром фильма. И получила колоссальное удовольствие, если честно. Потому что я делала, не думая, просто как... Куда руки взянулись у меня, что они делали, то у меня и получилось. Приклеила вот такие вот красивые здесь пайетки с цветами. Они очень красивые. Они переливаются так в разные оттенки. Большая салфетка, которая, к сожалению, от клея почему-то пропустила пятна. Мне непонятно почему. Потому что здесь, например, это не сильно заметно. Здесь тоже. А здесь как-то так. Может быть, потому что бумага темная. Такой вот у меня картон был. У меня есть еще в некоторых оттенках. Но вот этот был самый, мне кажется, симпатичный. Он какой-то такой винтажный, бронзовый. Здесь такая надпись счастья в мелочах. И, конечно же, я наполнила этот фолдер приятными мелочами. Вот так вот открываем мы. И внутри он выглядит так. Сам вот этот картон был обычный. Потому что с обратной стороны он был серого цвета. И поэтому я решила сделать его вот таким вот крафтовым. И в клеточку желтую. Я обклеила все. Здесь тоже приклеила такие вот пайетки, чтобы заполнить пустоту. Мне кажется, смотрится очень мило. Такая вот вырубка. Сегодня я выбираю счастье. Она продолжает вот эту вот картинку. Затем я нашла у себя в стиле Прованса бумагу двухстороннюю. Мне кажется, она идеально подошла под оттенком. Потому что она нежно-сиреневая. И у меня была такая бабочка. Я тоже ее сюда приклеила. Но вот это золотое фольгирование. Получилось, мне кажется, очень мило. В сочетании с такими вот скотчами сиреневыми и золотыми, серебряными. Все оттенки, как видите, у меня приклеиваются. Сюда я положила открытку со Смоленском. Один из наших знаменитых памятников Василию Тёркину. И Твардовскому. Затем я сделала вот такую вот небольшую намотку скотчей. Три цвета. Тот же скотч, что и здесь. Потом просто тонкий скотч. Такой вот сиреневый. И мой самый любимый скотч. Розовый с золотым фольгированием. На таких вот скрепочках веселых. Затем у нас идёт здесь два кармашка, которые я тоже сделала. Этот я уже открывать не буду. Здесь много-много-много маленьких наклеечек и пайеток. Здесь вот такой наклеечкой с котиком я заклеила уже. А здесь у нас чай лежит. Тоже я заклеила такой пчёлкой жёлтой. Это уточка-пчёлка. Потом просто напишу здесь, выпей меня или просто приятного чая пить. Я что-нибудь такое придумаю. И вложу письмо. И думаю, что на этом, мне кажется, тоже хватит. Вот такой вот фолдер у меня готов для Влады. Очень он мне нравится. Я над ним очень долго тоже работала. Здесь такое вот золотое фольгирование. Потом такая вот карточка. Вырубка у меня с розой. Сама бумага тоже с розой. Была она такая мятно-золотистая. Ну, состаренная тоже. Очень красивая. Здесь она мятная. Это всё одна бумага. Она просто поплавом разрезана у меня. А здесь такая лента у нас наклеена. Красивая тоже. Таких зелёных оттенков. Потом опять пайетка. Сначала у меня было без салфетки. Просто вот так вот он был. С этими лентами. Но всё отклеилось. И мне стало очень жалко. Я решила всё-таки приклеить на салфетку для того, чтобы ничего не развалилось. И мне кажется, в принципе, нормально выглядит. Приклеила здесь вот такую надпись. Make a wish. Как видите, золотое фольгирование. Да, и, кстати, здесь я использовала тоже салфетку. Вырезала. По-моему, смотрится очень так приятно. Внутри у нас выглядит вот так. Вот здесь лежит письмо, которое я оформила штампами. Как вы можете заметить. Такие вот штампы у меня здесь. Затем я вложила открытку с Санкт-Петербургом. Такую вот красивую. Мне показалось, что по оттенкам она больше всего сюда подходит. Затем вы можете заметить здесь кармашек из той бумаги, что был первый фолдер. У меня остался кусочек от неё. Потом здесь я наклеила опять пайетку вот эту. Затем я вложила свою отрез-карточку. Самую первую. С надписью Hello. Вот так вот. В пакетике. Затем я вложила вот такую вот открытку. Сердце на месте, когда вся семья вместе. Смотри, всё выглядит вот так вот. Большая салфетка всё скрепляет. Затем здесь идёт у нас... Там идёт вот такой вот маленький конверсик, в котором маленькие приятные наклеечки. Самые разные. На тему чаепития и разные-разные пайетки. Там есть такие наклейки, как девочки. В общем, да, из серии про девочек. Вот они. Затем у меня вот такая вот наклеечка с посланием осталась. Два им лучше, нежели одному. И Клисиас 4.9. Затем у меня есть вот такой вот чай. У меня был вот такой вот чай. У меня их есть несколько. Я решила им поделиться. Если честно, я сама ещё не успела его попробовать, потому что очень много чаёв разных присылают. Я до этого ещё не добралась, поэтому я не могу ручаться за то, что он будет вкусным. И вот такой вот кармашек у меня здесь получился. У меня не было подходящей бумаги, но я решила взять в горошек. Такой бежевый, нейтральный, потому что здесь тоже горошек есть. Наклеила на неё такую вот ленточку золотого скотча. У меня был остаток. И вот такие вот золотые, не звёздочки, а цветочки. Мне кажется, что сможет очень мило. Вот. И такая вырубка у меня здесь с вином виноградным. И далее у меня уже два фолтера, к которым готовы конверты. Один вот такой вот. И другой вот такой вот. Не знаю, как вам показать. Вот так вот. И вот так вот. Да. Да, кстати, забыла сказать, что оба конверта у меня здесь штампами вот так вот украшены. Давайте начнём с этого. Он мне очень нравится. Итак, вот мой фолтер. Правда, здесь вот бабочка отклеилась. Я её пока закрепила за ленту кружевную. Вот так вот выглядит он. Красивая такая со старинной бумагой горошек. Серо-голубого цвета. Такой вот велосипед у нас здесь с розами на серебряном фольгировании. Жемчужина. Наклеечка, которая подошла под свет. Ну, чёрно-белая наклеечка, которая подошла под общее такое впечатление. Ну, в общем. Такая вот красивая будет бабочка прям посередине наклеена, голографическая. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри всё выглядит вот так вот. Как вы видите, я постаралась тоже по гамме сочетать. Такой вот тэжик у нас в тему тоже велосипед и цветы. Потом я подпишу наклею. Не наклею, а, в общем, присыплю к нему ленту. Открыточка. Конвертик с наклейками будет у нас. Так вот выглядят. Затем жемчужины. Я думаю, что, наверное, надо сюда ещё одну жемчужину наклеить, чтобы было одинаково. Надо поискать. У меня где-то ещё была одна. Затем здесь кармашек с таким вот чаем со вкусом. Тирамису, мне кажется, по цвету подходит. И вот такой вот тоже ещё один кармашек. Что вот такой вот фолдер. Идёт вот такой вот уже готовый ответ для моей близкой подруги по переписке. Такой вот фолдер в клеточку. Где сочетаются золотые оттенки. Такие бабочки эколографические. Как вы можете заметить. Так вот позади выглядит. И вот так выглядит он изнутри. Да, я очень долго старалась над этим фолдером. У меня немножко здесь вот скотч отклеивается перед отправкой. Я посажу всё-таки его на двухсторонний скотч. Поэтому, если честно, скотч из фикс-прайса не подходит для таких работ. Они вот в том-то и дело, что не могут скреплять надёжно. Хоть я и сажаю, но вот такие вот скотчи, которые кружевные, да, они вот с одной стороны вроде держат, а с другой стороны нет. Положила я сюда ещё одну свою АТС-ку. Затем я положила письмо, над которым долго работала. Вот так вот оно выглядит. Оно у меня вот на таких вот бечёвочках. Сейчас я вам покажу, как оно оформлено штампами и разными такими вот вырезками. Вот так вот. Затем у меня здесь идут две открыточки. Одна со смоленском. И другая вот такая, подходящая по цветовой гамме. Вот так вот изнутри весь фолдер. Печатями оформлен. Прям не могу смотреть на вот этот скотч. Надо срочно залатать его. Вот здесь у меня вот такой конвертик, тоже самодельный, с такой приятной бумаги, с цветами. Здесь у меня лежат наклейки, потом ленточки такие самодельные, уголочки. И лежит парфюм. У меня несколько таких парфюмов есть. Тоже решила поделиться. А также у меня здесь лежат две полароидные карточки, опять же, с такими вот красивыми иллюстрациями, акварельными цветами. Которые, мне кажется, тоже подходят по цветовой гамме. Так что вот такие вот ответы я приготовила для своих собеседников. Уже многие, я думаю, дошли до своих получателей. Надеюсь, что вам было интересно, полезно и понравилось. Постараюсь снимать такие видео, когда будут готовы еще у меня похожие ответы творческие. Потому что, ну, обычные ответы я не вижу смысла снимать, как снимают другие, потому что там обычная канцелярия. И хочется как-то вдохновлять вас и радовать чем-то вот таким вот интересным. Где я действительно вкладываю прям вот свои силы, свою душу. Такие вы дела. Всех любит, силы обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.